Аминь. Дорогие сестры и братья, мы сегодня находимся в радости делиться с вами не просто Божьим Словом, но также нашим определенным опытом, который мы получили в своей жизни. Мы очень благословлены Господом. И это большая привилегия в это время и в этот момент быть христианином и Детем Божьим. Потому что мы видим, как Божье Слово и пророчества исполняются. На протяжении многих лет мужи и женщины Божьи получали это пророчество. Исаи, Иезекиа, Даниил, они получали определенные пророчества от Господа и пророчествовали, высвобождали это. И они молились и вопрошали у Господа, чтобы они могли увидеть исполнение этих пророчеств. Но, к сожалению, Господь не восполнил эту молитву. И мы, те, которые вообще не знали об этих пророчествах и не ожидали увидеть их исполнение, Господь дает нам эту благодать и милость увидеть сегодня исполнение этих пророчеств. И это потрясающе. Но, также, одновременно с этим, я имею определенную грусть увидеть, что есть христианины и определенные церкви, живут такой жизнью, как будто они не видят то, что происходит сегодня вокруг нас. Мы живем в потрясающее время, дети Божьи, сестры, братья, это время, если мы сравним это с Божьим Словом, и, учитывая все эти вещи, И Господь положил мне на сердце поделиться с вами сегодня словом об молитве и эффективности молитвы. Потому что я сейчас хочу сказать кому-то от Духа Святого, что мы сейчас переживаем мы во времени и переживаем время, которое очень тяжелое для церкви. Это время определенных трудностей и испытаний для каждого христианина и для церкви. И эти вещи, они уже начались, и это будет продолжаться. Потому что Господь начинает что-то делать в своей церкви. Господь в этот момент хочет очистить свою, осветить свою церковь. На данный момент Господь готовит свою церковь для того, чтобы встретиться со своим женихом. И после этих тяжелых времен и испытаний, наступит момент исцеления этих ран всех христиан, которые они получили в эти тяжелые времена испытаний. И они получат определенные пробуждения. 31 декабря 2019. Время с декабря 2019 года. Мы находились в молитве, чтобы приготовить это время будущего года. И один брат, который находился с нами, он начал пророчествовать. И сказал нам, что мы входим во время и в год, когда все будет очень тяжело. И мы на тот момент не понимали, о чем речь идет. И сегодня мы осознаем, что Господь предупредил нас об этом. И есть вещи, которые будут еще сложнее, которые предстоит в церкви пройти. И что мы будем делать? Что мы должны совершать? Мои возлюбленные братья и сестры. Для этого момента и для того момента, который предстоит. И у нас есть две очень важные вещи, которые остаются христианину. Первое и самое важное – это работать над своими взаимоотношениями с Господом. Это работать и трудиться над своей личной жизнью освящением. Это прийти к Господу и склониться пред своим Господом. Это приготовить своего Господа, чтобы он благоволил на тебя на протяжении тех сложных моментов, которые предстоит. И второе, которое также имеет особенность и важность, как и первое – это молитва. Это молитва. Это две вещи, которые как колонны. И на этих двух столбах Мы будем опираться на эти две столбы, на эти две основания. Мы должны опираться на эти два столба, чтобы мы могли пережить этот момент. И вот почему на протяжении этого момента я хочу поделиться с вами силою молитвы. Потому что есть молитва и есть молитва. Есть молитва и есть молитва. Есть молитва, в которой мы просто благословляем Господа за то, что мы прошли с утра. Есть молитва, в которой мы просто благодарим Господа за наш хлеб на суше. Но прежде чем ты получишь свой хлеб насущный и все твои нужды, Ты можешь пройти через определенные вещи, когда эти вещи, эти нужды, они тебе не послужат ничем. Я буду сегодня говорить с тобой о молитве. Молитва, которую ты будешь исполнять, когда ты будешь предопределенной ситуацией. И когда ты знаешь, что нет никакого выхода в этой обстановке. Прежде чем начать молиться, ты убеждаешься в том, что нет никакого выхода. Дорогие братья и сестры. Есть муж Божий, которого зовут Езекиа. Я послал кого-то, чтобы посетить его. И он говорит ему, встань и иди, увидься со своей семьей, и ты умрешь. Что ты сделаешь, если кто-то придет к тебе и скажет, ты умрешь через несколько дней? Потому что если он тебе скажет, что дьявол придет, чтобы убить тебя, ты начнешь молиться, чтобы Бог защитил тебя. Но если это дьявол, который тебя видит, ты умер, ты умер, ты умер. Но если тебе говорят, что Бог умертвит твою душу, что ты будешь делать? Это такой проблемой, о которых я слышал, что ты говоришь, что притягиваешься в силу молитвы. Это сильная молитва. Аллилуйя. Это молитва, когда ты заставляешь Господа изменить свое мнение. Значит, Господь принял решение. И есть человек, который заставляет Господа, заставляет Бога изменить свое мнение. Аллилуйя, аминь. Аминь. Вы знаете, возлюбленные? Библия говорит, что Бог не человек, чтобы солгать. Или сын человеческий, чтобы раскаиваться в чем-то. Это означает, что когда Бог решает, он не может изменить потом. Аллилуйя, но я хочу сказать тебе сегодня, что есть молитвы, которые могут изменить свое мнение Бога. Есть молитвы, которые заставляют Господа изменить свое решение. И это сильная молитва. Дорогие сестры и братья. Яков тоже не любил молиться. Но когда он прошел через определенные моменты. И когда он был в жизни, в доме Элладана. И когда он был в тупиковом обстановке, и он не знал, что делать. Он встретился с Господом. И он начал молиться. И Библия говорит, что он начал строить Господа. Пардон? И Библия говорит, что он начал строить Господа. Он схватил Господа. И он толкнул Бога изменить его ситуацию. До того момента, когда Бог уже чувствовал, что он не отступает, не отпускает Господа. Бог попросил его отпустить. Дорогие братья и сестры, Израиль находился пред определенными трудностями. И они никогда не вышли из Египта. За ними гонялось все войско Египта. И они находятся пред морем, которое огромно. И сзади них шло войско, которое направилось, чтобы убить их. И они начали взывать к Богу. Я хочу говорить о сильной молитве сегодня. Это молитва в тех обстоятельствах, когда ты понимаешь, что нет никакого выхода. Ты не молишься, чтобы попросить какой-то выход, потому что ты знаешь, что его нет. Но ты молишься, чтобы решить эту проблему. Я не знаю, если кто-то меня понимает. Я не знаю, если вы понимаете, о чем я говорю. Ты убежден в том, чтобы в этой проблеме нет никакого выхода. И в тот момент, когда нет никакого выхода. Ты не молишься, Господь, сдай выхода, потому что ты знаешь, что его нет. Но ты провозглашаешь выход без выхода. Я не прошу выхода. Но я провозглашаю выход. Я утверждаю выход. Я пророчествую выход. Я вкладываю выход в эту проблему. Об такой молитве я сегодня хочу поговорить с тобой. И это молитва, в которой каждый из вас нуждается. Или же это будет молитва, в которой ты будешь нуждаться в ближайшее время. Но доступят очень тяжелые времена. Дорогие братья и сестры. И в этих временах, как в сегодняшние дни, мы будем утверждать кровь Иисуса Христа. Мы будем взывать к крови Иисуса. И кровь Иисуса Христа, которая текла на кресте. Когда я вижу христиан, которые молятся в церкви, они провозглашают кровь Иисуса Христа. Они говорят, Господь, мы взываем крови Иисуса Христа. Сегодня я не хочу говорить о том, как нужно покрывать и призывать кровь Иисуса Христа. Но применять эту кровь в свою проблему, я скажу, как. Потому что кровь Христа уже пролилась. Мы не провозглашаем кровь, чтобы она заново начала течь, но она уже стекла. Мы не будем взывать, чтобы кровь продолжала течь. Кровь уже протекла на кресте. Сегодня нам не нужно, мы не нуждаемся в том, чтобы кровь текла, но нам нужно вставить, призвать эту кровь в нашу проблему, в нашу ситуацию. Я буду говорить сегодня с тобой о эффективности и силе крови Христа. И когда однажды Иисус находился в Гефсимании, чтобы молиться, Он стоял лицом к лицу с проблемой, из которого не было выхода. И когда Он идет в Гефсиманию, чтобы молиться, Он знает, что нет никакого выхода. Но Он все же идет молиться. Он знал, что никакого ответа не получит. Но Он пошел молиться. И когда Он находится в Гефсимании, И эти обстановки начинаются происходить. И то, что произошло, об этом я сегодня буду говорить. Потому что в день, когда все эти проблемы начнутся в этом мире, я в этом уверен, Вы будете обращаться к определенным вещам, чтобы устоять. И Иисус находится в Гефсимании. Гефсимании, это прообраз такого места, когда мы сдавливаем, чтобы получить масло. То есть это место, где были оливковые деревья, И это было место, где мы сдавливали оливки и фигги, Чтобы получить масло. Это есть значение Гефсимании. Дорогие братья и сестры, Я буду говорить тебе об этом значении крови Христа. Я буду говорить с тобою, что означает кровь, Каждая капля крови Христа. Почему об этом я буду говорить? И что означает, Какие значения мы, Какую силу мы будем иметь в крови Христа И как нужно ее применить к определенным проблемам? Каждый раз, когда народ находился Предопределенной проблемой, Когда не было выхода, Я интервеню По Физиону Господь Вмешивался посредством крови. Когда Израиль находился в Египте, И фараон не давал им выйти. И даже до того, Как Израиль И даже до Адама и Йевы, Джея Апортил Адама и Йевы, Пролил кровь животного, Чтобы взять эти меха, Чтобы Адам и Йева могли Раскрыть свою наготу. Адам и Йева согрешили, Они познали, что они наги. И когда они своими силами Искали какой-то выход, Но Бог нашел выход Из-за их проблемы Тем, чтобы пролить Определенную кровь. Когда Израиль Се ретрувэл Блокэ Адам и Йевы И когда Израиль Находился в рабстве В Египте, Джея Афереку О Сан Дэл Аньо Боха Возвал крови Агнса Боха Использовал кровь Агнса Чтобы вывести свой народ И это было всего лишь Кровь животного Но Иисус пришел Как определенный выход Человеческой проблеме И надо было, чтобы кровь Христа Пролилась И об этой крови И мы сегодня будем говорить И Иисус пошел В Гефсиманию Когда Он пришел В Гефсиманию Мы понимаем, что Он Сто процентов человек И сто процентов Бог И Он знал, что Он Приблизился К концу Своего земного пути Он прошел Определенный Момент Когда Его божественность Не могла Использоваться Во всей полноте Потому что на кресте Христос не был Распят как Бог И Он пошел на крест Как человек Как я и ты Не то, что Он как Только Но Он также взял Наше место Мое и твое место И Он оставил Свою божественную одежду И облегся В мою одежду Потому что Он принял решение Найти определенный Выход Для моих Грехов И проблем И чтобы получить Этот выход Это спасение Нужно было Чтобы кровь Пролилась Не просто Кровь Животного Но кровь Сына Божьего И когда Христос Пришел На землю Он был 100% Бог И 100% Человек И на тот момент Когда Он находился В Гефсимании Он был там Чтобы взять Мое место И на этот момент Он исполнял Миссию И на тот момент Он был 100% Человек В нем Не было Божественной Божественной Не то что В нем Просто не было Проявления Вот этих Божественных Качеств Но в нем Также было Вот это Качество Человека Чтобы Грешного Человека И как человек Он не имел Никакого Выхода И как человек Он был В панике Он имел Страх Не только От смерти Но обстоятельствами Которые Привели бы Приведут Его к смерти И как 100% Стопроцентный Человек Он Налился Он Хотел Прийти К Отцу Небесному И Взыскать Его Он был В панике И И На тот момент Его окружали Три апостола Которые Очень были Близки К нему Пьер Яков Иоанн Они Они Были Вместе С ним В Гефсимании И Гефсимания Которая означает Выжать Масло Иисус Иисус Было Сдавлен Он Было Под Давлением Было Паник В Человеческой Сущности Было Желание Духа Чтобы Исполнить Волю Божью И Эти Два Желания Боролись Между Собою Духа Ведет Его К тому Чтобы Он Исполнил Божье Слово Но Тело Имело Страх От Этой Боли И Страданий И Он Был Под Давлением Он Был Сдавлен Этими Обстоятельствами И Он Молится И Он Молится Он Продолжает Молиться И Библия Говорит Что Его Пот Были Как Капли Крови Он Он Сильно Молился И Кровь Текла И Это Первая Эфиж С С С С И Это Была Первая Капли Крови Христа И Это Кровь Которая Текла Я Хочу Вам Сказать Следующее Кровь Христа Пролилась Посредством На Земле Потому Что Кровь Христа Кровь Христа Для Чтобы В Первую Очередь Пролилась Для Того Чтобы В Первую Очередь Решить Наши Проблемы На Земле Небеса Ставим На Потом Я Тебе Сейчас Не Говорю О Молитве В Которой Будем Нуждаться В Небесах Но Я Говорю Тебе О Молитве Которой Будем Нуждаться На Земле Если Ты С Продолжен Обстоятельствами Если Ты Оставлен И Отвергнут Если Ты Нуждаешься Если Ты Являешься Жертвой Обстановок И Обстоятельств Дорогие Ты Можешь Молиться Верою И Говорите Господь Я Возлагаю Свои Руки На Эту Кровь Которая Была Пролилась На Крест Я Наполняю Я Вер И Провозглашаю Эту Кровь Стою Жизнь Чтобы Освободить Меня Мою Жизнь От Всяких Давлений Дорогие Дорогие Библия Говорит Что Эти Трое Друзей Которые Были С Христом И И И И Попросил И Чтобы Они Поддержали Его В Молитве Но Эти Мужья Оставили Его И Заснули И Это Был Учитель Который Наставлял И О Молитве Если Есть Определенная Проблема Только Молитва Может Решить Эту Проблем Никакой Человек Я Хочу Сказать Тебе Что Ты Можешь Пережить Определенной Ситуации Где Ни Один Человек Присожет Помочь Ты Можешь Позвать Пастора Чтобы Он Поддержал Тебя Пастор Захочет Конечно Помолиться За Тебя Но Несмотря На Все Он Может Заснуть Он Остается Человеком Посмотрите Что Произошло В Гефсимании И Попросил Троих Апостолов Молитесь За Меня Потому Что Тяжелые Времена Наступят И Когда Он Молится Эти Трое Спят И Иисус Остается Один Дорогие Сестры И Братья Если Ты Проходишь Тяжелые Времена И Тебе Кажется Что Все Оставили Тебя Твоя Семья Оставила Тебя Друзья Оставили Тебя Никто Не Поддерживает Тебя Даже Пастор Оставил Тебя И Даже Те Кто Хотят Поддержать Тебя У них Нет Этой Восторг И Вот Я Молюсь Верую Я Говорю Господь Твоя Кровь Пролилась Я Вкладываю Влаживаю Свои Руки В Эту Кровь Которая Была Пролита Я Разглашаю Выход В Этой Обстановке Жертвой Которого Я Я Я Во Имя Иисуса Дорогой Брат Молись Так Провозглашай Применяя Кровь Криста Верую Взывай Кровь Криста В свою Жизнь Призывай Кровь Криста В свою Жизнь Переживаешь Трудности Иисус Пролил Свою Кровь Гефсимани Чтобы Решить Эту Проблему Второе Как Мы Можем Использовать Кровь Христа Аллилуйя Амин Пусть Господь Поможет Мне Чтобы Я Закончила Эту Тему Когда Иисус Закончил Молиться Оставлены Своими Друзьями Мари Мари Биологическая Мать Мария Не Была Трое На Которых Он Надеялся Положился Они Закнули И Он Молиться Один Тот Кто Молился За Всех Тот Кто Молился За И Дорогие Пастыря И Христиане Должны Понимать О чем Я Сегодня Хочу Говорить Мы Молимся За Все Когда Многие Спят Мы За Них Молимся И Это Жизнь Пастырей Они Нам Говорят О Своих Проблемах И Они Потом Спят И Мы Молимся За Них Все Оставляют Нас Все Начинают Критиковать Тебя И Твою Проблему Вместо Того Чтобы Молиться За Когда Я Я Я Говорю Не Говорю Все Что Сто 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 Молитву Сказал Ладно Досовершиться Все Что Вот Пришли Чтобы Схватить Его И Когда Они Схватили Его И Когда Войско Пришло И Взяло С Христа Ученики Начали Скорбить Попрошу Немного Терпения Чтоб Я Мог Закончил Все Сво И Начинают Избивать Христа И Когда Начинают Избивать Христа И Мучить Его И Когда Он Проходил Через Гефсиманский Путь Чтобы Его Велик Сду Закончили Ламбо Лапо Он Арах Лапо И Лапо И Десям Эфижон И Они Так Сильно Сбивали Христа Что Его Кожа Сходила С Лица С Тела И Его Кровь Текла И Это Второй Раз Когда Кровь Христа Течет И Боль Которую Христос Имяло На своем Теле И На Лице От Этого Начало У Него Начались Отеки На Лице И На Голове И Это Изменило Форму Его Лица И Это Изменило Его Лицо То То И И И Уже Не Выглядел Так Как Он Выглядел О Чем Это Говорит И Какой Выход Мы И Из-за Этого Дорогие Сестры Братья Вы Можете Знать Определенную Проблему И Эта Проблема Заставит Тебя Потерять Надежду Веру В Себя Самого И Тебе Кажется Что Ты Потерялся И В Эти Ситуациях Тебе Может Показаться Что Ты Потерял Самого Себя И Иисус Точно Так Ж На Гефсиманском Пути Потерял Самого Себя И Кровь Которая Текла С Его Лица Дал Нам Определенный Выход И Спасение На Сегодня Дал Нам Выход Решать Определенные Проблемы Которые Мы Имеем Сегодня Знаете Те Кто Находится В Канаде Канада Является Одной Из Стран Где Самоубийство На Высоком Уровне И В Больших Случ Случ Которые На Те Они Это Большинство Случаев Это Молодежь Которая Над Которым Издеваются И Те Люди Которые Потеряли В Себя Самих Однажды Я Встретила Одну Сестру Которые Которые Я Те Мои Суфер Де Са И Она Мне Говорит Пастор Я Очень Страдаю От Этого От Того Что Я Не Вер В Себя Я Ни Во Что Не Вер Я Потеряла Надежду Я Ни В Себя Не Вер Ни В Кого Не Вер Потеряв Надежду И Веру В Себя Самого Потеряв Себя Как Личность Потому Что Являлся Жертвой Чьих Издевательств И Когда Ты Находишься Пред Такой Проблемой Ты В И З С 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 Ты Будешь Взывать К Этой К К Чтобы Получить Освобождение От Этой Неуверенности В Себя Потому Что Ты Был Жертвой Определенных Обстоятельств И Людей И С К К эту проблему посредством своей крови. Чтобы всякий, кто является жертвой определенных изъювательств. Каждый человек, который потерял веру в себя, потерял себя как личность. Каждый, кому говорят «Ты ничто, ты ничего не можешь, не способен ни на что». Они могут вложить свои руки в эту кровь. Господь, я беру эту кровь своими руками и вкладываю ее в свое чувство. Чтобы получить это исцеление, освобождение от всякой неуверенности и произвести свои жизни во имя Иисуса Христа. Дорогие, хочу сказать вам, ты должен верить в себя, потому что ты дитё Божье. Иисус пролил свою кровь, чтобы ты состоялся как личность. Не прислушивайся к тем издевательствам окружающих. не теряй веру и надежду, если ты имеешь какой-то недостаток в теле. Третье, что делает кровь Христа. на протяжении того времени, когда ведут Христа и избивают его, и Библия говорит, они бросили его на землю и начали избивать его. Я хочу описать картину, которая произошла там. Войска взяли плеть и в эту плеть они начали вставлять разбитое стекло и они в эту плеть вставили гвозди и разбитое стекло и бросили Христа на землю. И когда они этой плетью избивали Христа, они поднимали плеть, чтобы снова ее избить. Когда они били, все эти гвозди и стекла входили в тело Христа. и они поднимали плеть, они разрывали все его тело. И они опять били и они опять поднимали вверх, чтобы заново избить и тем и тем самым они разрывали его кожу и его тело. И кровь текла. И кровь, которая текла со спины Христа, она капала на землю. Потому что земля была проклята из-за греха Адамы. И когда Господь осудил землю и земля была проклята, вспомните, что Бог создал тело Адама, первого человека из земли. и все эти проклятия земли автоматически возложились на тело человека. Я хочу сказать кому-то большинство проблем не приходит от Господа. большинство проблем не являются волей Господа, но они являются результатом проклятия. И Иисус был там, чтобы его кровь протекла на землю, прикоснулась к земле. Вы можете прочитать об этом в Исаии 53-е глава. Исайя 53-е глава. Вы возьмете 1-е versет 10-е voy Пророчество об Христе написано в Исаия, 53 глава. С первого по десятой стихи можете прочитать сами попозже. Послушайте, возлюбленные. Написано, что ранами Христа мы исцелены. Я хочу подчеркнуть это. Ранами Иисуса Христа мы не получаем исцеление. Мы не получаем исцеление, но мы уже исцелены. Все болезни, от которых ты страдаешь. Все болезни, которые существуют на Земле, они существуют просто для... Если однажды тебе скажут, что ты имеешь какую-то болезнь, не принимай это. Господь, я вкладываю мои руки в кровь Христа. В эту кровь, которая текла по твоей спине. И я призываю эту кровь на мое больное тело. И я провозглашаю, что я исцелена во имя Иисуса. Потому что в его ранах я исцелена. В твоих ранах, Христос, я исцелена. Дорогие, не забываем, что я говорю о молитве, которая творит, создает выход. Я не говорю о молитве, которая просит выход, но которая создает выход. Не нужно молиться, Господь, исцели меня, я хочу получить исцеление. Но провозглашай исцеление и вкладывай твои руки в ту кровь, которая текла со спины Христа. И прокляни эту болезнь. И провозглашай, что в его ранах я исцелен. Не то, что я буду исцелен. Но я исцелен. Дорогие братья и сестры, хочу сказать что-то. Несколько лет назад у меня была определенная болезнь. И я ходил по больницам, по скорым. Мне сделали всяческие многочисленные обследования. И не находили эту болезнь. И в последний раз, когда я обследовался, И этот врач сказал мне следующее. И мне сказали, что мы видим в твоем теле три раковых опухоли. И мы возьмем анализы. Чтобы отправить это в лабораторию. Чтобы определить опасность развития. Чтобы определить, какое мы можем предназначить лечение. И сказать... Я начинал просто молиться. И вот что я сделала. Послушайте меня внимательно. Я не говорю тебе о каких-то снах, но я говорю тебе о реальности. Я тебе говорю о том, что я пережил сам. Каждое утро я вставал. Я говорил, Господь, я верю в свою рот. Я открывал свою рот. Я говорю, Господь, пусть кровь Христа не черт. Я вставал, я вставал, я вставал, я вставал, я вставал, я вставал. Я говорю, Господь, это кровь, которая текла под твоей спиной. Пусть войдет в мое тело. И будет течь во всех моих органах. И чтобы вывело то, что не принадлежит мне. И в то же утро, когда я пошел в туалет, Пусть это нечестие выйдет из моего тела. И когда я пошел в туалет, И пока я пришел туда, И я сказала, чтобы это вышло и никогда не вошло в мое тело. Чтобы его место никогда не было в моем теле. Во имя Иисуса Христа, потому что твоими ранами Я исцелен. В твоих ранах я исцелен. И твое слово мне говорит, что ты пришел, чтобы забрать мою боль и болезнь. Я сказал, остановись тем болезням, которые были в моем теле. Я сказал, остановись всем болезням. И чтобы кровь Христа пошла в эту лабораторию. И чтобы те результаты, которые приведут. Чтобы кровью Христа были покрыты те анализы, которые взяли. Дорогие братья и сестры. Я сказал Иисусу в моей молитве. Я не буду полагаться на лечение. Ты должен исцелить меня. Я не буду взывать к тебе только после того, как врачи будут что-то делать со мной. Но я провозглашаю твою кровь на моем теле. И пусть твоя кровь покроет мое тело. Сейчас. Прямо сейчас. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. 15 дней после медицинга я позвала на rendez-vous. И спустя 15 дней мой врач позвал меня. Чтобы мне сказать, какую химиотерапию я должен начать. И чтобы мне сказать, сколько мне остается приблизительно жить. Мы были в больницу с моей супругой. И мы пошли в больницу. И медицин мне помогли. И медицин мне помогли. Врач сказал мне подождать немного. Когда мы были в античамбре в своем бюро. Пока мы ждали его. Он позвал других специалистов. И они обсуждали на протяжении 45 минут что-то. И когда они позвали меня. И дали месье, я не comprends plus rien. Он мне сказал, послушай, я ничего не понимаю. Здесь было три раковые клетки, попухли. Но на этих экзаменах, анализах, ничего нет. Я не comprends, что происходит, но нет ничего. Ты ничего не делаешь, мой frère. На этих обследованиях мы ничего не видим. Кровь Христа. Библия говорит, что Христос прошел страдания. Он взял нашу боль. И в его ранах мы исцелены. И вот что я хочу сказать вам. Если вам говорят, что у вас есть определенная неназиемая болезнь. Прежде чем взойти на креск, Иисус уже решил проблему всем болезням. Он уничтожил руку на земле и оставил на землю. На земле была уничтожена. И на земле была уничтожена решена. На земле было разорвано. Его кровь пролилась на землю. Эта кровь прикоснулась к земле и исцелила всякое проклятие. И четвертое. Как можно применять кровь Христа? Мы продолжаем или мы останавливаемся на этом? Я говорю о 7 эфизионах. У меня есть 7 способов, о которых я могу говорить. Как мы можем использовать кровь Христа? Ну вот что я хочу сказать. Вот что я хочу сказать. И я много лет назад. Я проснулся утром, чтобы поехать на работу. И когда вечером я вернулся домой, я обнаружил, что моя супруга не была дома. Он мне сказал, что он был в жизни с моим ребенком. На то, что я был 2 сын. И мне сказали, что... Я поехала в скорую с моим вторым младшим сыном. Утром, когда я поехала на работу, ребенок был в порядке. И когда вечером я возвращаюсь домой, мне говорят, что ребенок скоро. И он находился в больнице. И когда я поехал в больницу, я думаю, что ситуация с ней дегенерировала, и ребенок был без бомбов. Не знаю, как это называется. И я обнаружил, что на самом деле ситуация была очень серьезной. И ребенок был под искусственным дыханием. Я еще не был ни в каком служении. Я не был посвящен никакому служению. Я был просто христианином. И когда я увидел своего ребенка со всеми этими аппаратами на его теле, я вернулся домой. И ребенок все еще был в больнице с своей матерью. И я поехал в церковь, чтобы молиться. И пока я молился, пока в 7 часов вечера телефон зазвонил. Ребенок умер. Дорогие, я хочу говорить тебе о силе молитвы. Не как какую-то историю, но как что-то, что я пережил сам. Когда мне сказали об этой истории. Когда мне сказали об этой новости, я решила. Я сказала, что я не оставлю церковь. Я не уйду из церкви, пока Бог не проговорит ко мне. И я просто молился. И на протяжении трех месяцев я молился. Я сказала, что я не уйду из церкви. И я сказала, что я не оставлю церковь и я не уйду. Буду продолжать молиться, пока ты мне не скажешь, что произошло. И на протяжении трех месяцев я спал там, проводил все ночи там. И однажды ночью я был на коленях и Господь пришел ко мне. Я говорю, что вы понимали, что Бог спустился ко мне. Это было где-то в девяносто втором, девяносто третьем году. Я сошел. Бог сошел на это место. И Он проговорил ко мне лицо. И Он мне говорит, что это произошло. И вот почему это произошло. И вот что я прошу тебя сделать дальше. И если ты сделаешь так, то вот смотри, что произойдет после. У нас нет много времени. Я останавливаюсь на этом. Я говорю тебе о силе молитвы. Четвертую область, в которую ты можешь применять Бог Христа. Когда закончили с тем, чтобы избивать Христа, Его поднимают. И Ему сделали венец. И они сделали ему венец из терновый венец. И они силою кладут ему на голову. И так как венец был маленьким, и Его голова была опухшая от избиения. И они силою ставят, одевают Ему этот курон. И когда они силою Ему вставляют этот венец на голову, эти терни входят Ему в голову. и кровь течет. Дорогие терновый венец символизируют проклятие. И если ты являешься жертвой проклятия, и ты страдаешь от всяких проклятий, проклятия семейные, национальные. Есть люди, которые страдают проклятиями, которые им передаются из рода в род. Это могут быть проклятия, которые ты сам заслужил своим неправильным хождением. Это могут быть проклятия посредством того, что люди высвобождали плохие слова на твою жизнь. Это могут быть проклятия посредством того, где ты находишься и где ты живешь. Вспомните, что Иерихон был проклят Господа. Ты можешь случайно оказаться и жить в каком-то районе, который является проклятым. Ты будешь страдать этими проклятиями. Вспомни, что на Иисуса было одето тирновые линии. Иисус взял на себя проклятие, чтобы обозвать благословение. И ты взываешь к Богу и говоришь, Господь, я призываю к крови Христа. Верую, я принимаю свою жизнь в кровь, которая текла с его головы из-за этого тирнового венца. И я разрушаю все. Всякую силу проклятия на мою жизнь, на жизнь моих детей. И в жизни всего моего родословия до тысячи родов во имя Иисуса Христа. Закончились проклятия родословные. Закончились проклятия семейные. Мои дети не будут жить в тех же проклятиях, в которых я жил из-за моих родителей. Я блокирую всякие негативные слова на мою жизнь и в жизни моих детей. Во имя Иисуса Христа. Дорогие братья и сестры, я хочу обратиться к родителям. Порою мы сами мы сами проклинаем жизни наших детей посредством наших слов. Ты не умный. Ты будешь всегда таким. Ты никогда не выйдешь замуж с таким характером. Ты никогда не будешь преуспевать в своей жизни. Ты ничего не стоишь. Это негативные слова. И Библия говорит, что есть власть, которая разрушает эти проклятия. И вы можете взять эту кровь Христа и последствием этой крови аннулировать эту кровь. И молись так и говори, я разрушаю всякие болезни и проклятия, которые перешли по родословию в мою жизнь и в жизнь моих детей. 5-е, как мы можем использовать кровь Христа. И потом мы увидим, как его распяли. Я хочу обратиться к кому-то и сказать, Иисус еще не умер. Но он уже решал те проблемы, которые мы имеем в своей жизни на земле. Есть жизнь, которая на земле и жизнь, которая будет после. Иисус решил все проблемы и все нужды, которые мы можем иметь на земле еще до Христа. И когда его распинают, его кровь течет. Вы знаете, что мы работаем своими руками. и мы работаем в своими руками что-то, чтобы жить на этой земле. И если ты являешься жертвой безуспешности, ты не будешь успевать. Все, до чего ты будешь дотрагиваться, не будешь успевать. Все проекты и планы не имеют никакого успеха. И ты постоянно являешься рабом обстоятельств. И я вкладываю мои руки в кровь Христа. Я трамп мои руки в кровь Христа. И я изгоняю всякую бедность из моей жизни. Я запрещаю всякой засухи в моей жизни. Я запрещаю всякому пройдущу. Я запрещаю всякой неудачи во всех моих планов потому, что Божье Слово здесь. Я буду благословлять все мои планы. Дорогие сестры и братья, Господь так сказал. Я благословлю все дела рук твоих. И чтобы это произошло, Руки Христа были распяты. И кровь текла. И шестой раз, когда кровь Христа протекла. Он клуэ сэпи о бро. Его ноги также прибили гвоздями. Он клуэ сэпи а лап 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 являлась взять власть и силу, чтобы освободить нас. От всяких проклятий и неудач, в которые мы попали сами, потому что мы были не на истинном пути. Никогда не соглашайся примириться с тем, с какими-то обстоятельствами, которые произошли в твоей жизни, потому что ты никогда не разговариваешь перед Богом. Потому что ноги Христа были пригвождены, чтобы эта кровь текла. Чтобы освободить нас от всяких проблем, которые мы пожали и по-своему мнению. Чтобы освободить нас от всяких проклятых путей. Если ты имеешь плохие, ты окружен плохими людьми и обстоятельствами. И потом ты встречаешь определенных людей. Ты встречаешь определенных людей, которые вводят тебя постоянно в проблемы. Или это люди, которые приносят тебе проблемы. Ты можешь молиться и применять кровь Христа, чтобы запретить и остановить всякие плохие и неудачные встречи людей. И ты можешь молиться и попросить у Господа, чтобы Он создал тебе новые встречи. Поставить на твои пути новых людей. Люди, которые по своей встрече будут вносить позитивные вещи в твою жизнь. Седьмое и последнее, когда кровь Христа текла. Здесь Иисус еще живой, но Он раскат, и Он находится на кресте. Взяли копье и прокололи ему ребро. Прокололи левую сторону его груди, где находится сердце. И Библия говорит, что кровь и вода текла. Мы не ограничиваемся только той кровью, которая пролилась на кресте. Иисус был жертвой предательства. Иуда предал его. Иисус доверял ему. Иисус доверял ему. И когда Иуда крал деньги, сокровища, Иисус никогда плохо с ним не обращался. И когда Иуда пошел, чтобы предать его, Иисус обнимает Иуду. Иисус никогда не жалел о тех взаимоотношениях. Он любил Иуде. Он до последнего момента любил Иуду. И когда Иуда целует его, чтобы предать, тем самым предать его. Иисус не обращается к Иуде как к врагу. Пока Иуда пошел, чтобы предать его, Иисус говорит ему, мой друг, мой друг, кто может назвать кого-то своим другом? Иисус говорит Иуде, мой друг, все, что ты делаешь, соверши то, что ты хочешь сделать. Дорогие, та кровь, которая текла из Иуде Христа. Эта кровь имеет власть. Исцелить нас. Исцелить нас. От всяких ран и шрамов, которые оставлены в нашей жизни людьми, которые испытали нас. Возможно, всем твоим сердцем ты кого-то полюбил. Возможно, ты доверил все цело. И этот человек предал тебя. И этот человек предал тебя в руки врагов. И даже до сегодняшнего дня ты страдаешь от этого предательства. И когда ты вспоминаешь определенные взаимоотношения, это приносит страдания в твоей жизни. И тебе даже трудно простить. Не забывай кровь Христа. Это произошло не только потому, что Иуда предал Христа. Но и ученики, они были в бега. И он один был оставлен на кресте. Дорогой человек, если ты являешься жертвой чего-то предательства. Возможно, это какой-то друг. Возможно, это был человек, с кем ты был обручен, или кто-то обещал тебе жениться, выйти замуж. Кто-то, кто воспользовался тобою и бросил тебя. И ты никогда не получил исцеление от этого предательства. Приди ко крови Христа. Кровь, которая текла из его груди на кресте. Ты призови эту кровь на твое тело. И провозглаши исцеление от всякого предательства. Господь, я принимаю это исцеление от всякого предательства. Я получаю освобождение от всякого предательства. Во имя Иисуса. Это семь моментов, когда кровь Христа пролилась. И семь обстоятельств, которые приводят тебя ко Христу. Мы нуждаемся в сильных молитвах. И посреди этих молитв, давайте научимся применять кровь Христа. Я не говорю о том, чтобы призвать кровь Христа. Я говорю о том, чтобы применить кровь Христа во родных проблемах и обстоятельствах. И провозглашать свободу во имя Иисуса Христа. Посредством пролития этой пролития. Чтобы решить всякую проблему и обстоятельства в нашей жизни. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Господь, благослови Твое Слово в наших сердцах. Господь, я молюсь, чтобы Твое Слово сегодня прикоснулось к кому-то. Я молюсь о том, чтобы это Слово было применено. Я молюсь об эффективности крови Христа. Смог разрешить всякую проблему. Во имя Иисуса. Господь, благослови Твое Слово. Я желаю вам очень добрый вечер. У вас очень добрый вечер. У вас очень добрый вечер. Во имя Иисуса.